Всех приветствую! Смотрим, что с битком. И, как видим, биток все-таки улетел. Не зря так долго здесь вытряхивали, не зря в купле сидел. Конечно, хорошо было бы, чтобы вниз ходили, но не сходили. Теперь что у нас такое? Теперь еще интереснее ситуация. Теперь еще труднее предсказать, куда он пойдет. Но суть в том, что есть вариант, что вот это была первая волна дыка кленовидная, это откат. То пошла уже такая третья большая, и сюда идем. То есть суть в том, что мы должны как бы вот туда, по идее, идти. Но тут есть один подвох, потому что вот это движение такое ломанное. Есть вариант, что это все-таки А, Б и С, и мы уже пойдем вниз. И подтвердится он пробоем вот этого уровня, который сейчас нарисую. Если мы пробиваем вот этот вот, 10.063, то он пойдет пробивать вот этот уровень. Тоже нарисую. Вот так вот. Поэтому смотрите, кто в лонгах, в принципе, можно и держать, но будьте осторожны. Вообще, на самом деле, пробой вот этой вершины еще очень важен. То есть, когда мы ее пробьем, это уже признак того, что что-то не то. Потому что не может быть такое сильное движение, прям сюда вот так сильно откат давать. А пробой начала импульса потенциального вот этого, он еще раз подтвердит то, что это было А, Б, С. Так что, если 10.063 пробивает по финику, то это все, это вниз. Надо все лонги сбрасывать. А если 10.225 пробивает, ну там еще надо задуматься, а стоит ли вообще лонговать. И не лучше ли вообще продать все. То есть, вот такая пока ситуация. То есть, это будет, грубо говоря, не такая разметка А, Б, С, и поехали вверх. А это будет только А, это Б, это С. Поэтому будьте осторожны. И по эфиру то же самое у нас подтверждается. Там видите, как мы ломаны выросли. И видите, как он сильно упал. Да, мы тут дали 183. Это ничего не значит. Он как смотрел в эту зону, так и смотрит. Поэтому будьте осторожны с лонгами. Вот и все, что могу сказать. То есть, тут ситуация такая, что то ли вверх, то ли вниз. Куда пойдет, я не знаю. Ну, оставил я на закуп просто битку. Вот здесь ведерки по 9700-9800. Если на лют, буду очень рад. Часть уже продал. Вот и все. Очень опасно вот это все высиживать. Очень сильное сопротивление. Но в целом, видите, все так довольно равновесно. И стоит там 10500 пройти, в принципе, оно точно вверх пойдет. То есть, если уж хотите шортить, то ставьте стоп на 10500. В данном случае он актуален на 10600 хотя бы. Ну, тут уже импульс прошел. В принципе, мы не должны 10500 пробивать. Но если мы 10500 пробили, это точно на 11000. Вот пока такое у меня мнение. И до завтра.